Хорошие пилинки. Скажешь, Канда Павлович? Диагностическая гастроскопия всегда делается в период установки баллона для исключения каких-то болезней, которые могли бы быть противопоказанием в этой процедуре. В частности, например, грыжа к щелодного отверстия, диафрагма большая, может послужить противопоказанием. Или язва на спешной точке режима. Диагностическая гастроскопия Все хорошо, все спокойно. Поверхность изоткрирует, выключим. Диагностическая гастроскопия Мы готовы к установке баллона. Устанавливается отечественный баллон производства компаний МедСилд. Вот такая коробочка скрывается. Баллон упакован в чистый контейнер, который извлекаем. В принципе, это устройство уже готово к использованию, баллон будем вставлять. Далее под рубашку баллона вводится небольшое количество коттеджеля для того, чтобы обеспечить более плавное соскальзывание этой рубашки баллона в процессе его раздувания. И плюс еще и используем его как лубрикант для облегчения и введения баллона в пациентку. Все, баллон готов. Используем возможность введения. Для этого доктор контролирует пальцем по имени ДК. И, по-моему, как обычный желудочный взгляд, вставляет баллон в желудок. То есть, я делаю до этой отметки, которую я только что взял. Отметки сейчас контроль делаем. Да. Теперь делается обязательно контроль положением баллона в желудке. Потому что существует все-таки опасность, что баллон может свернуться в пищевое, например, да, или быть продвинутым слишком далеко в луковицу двенцеперстной кишки. И то и другое обстоятельство может привести к повреждению этих органов в процессе раздувания. Поэтому необходимо убедиться, что баллон стоит в теле желудка. Мы убедились в том, что баллон установлен правильно, удаляется проводнительное количество. И мы можем, как только вам до этого убедиться, мы будем привлекать баллон в теле желудка. Для этого у нас есть специальная инсульфляционная система, которая снабжена клапаном обратно и входит в комплект каждого баллона. То есть, мы используем 20-граммовый шприц. Для этого мы заполнили систему, убираем воздух. Мы можем начинать заполнить баллоны. Вот видите, я набираю подкрашенную синькой жидкость, 20-граммовый шприц, и ввожу его. Для чего нужна синька? Синька используется для того, чтобы в случае разгерметизации баллона, если она произошла раньше срока, пациент мог увидеть. Увидеть это по цвету мочи. То есть, моча окрашивается в зеленый цвет. Ну и вот так вот, такими манипуляциями постепенно вводим примерно 500-700 миллилитров жидкости. При этом доктор рассматривает баллон для того, чтобы убедиться, что он правильно раскрывается. Чтобы бумажка открылась, что он заполняется. Главное, что нет подтекания синьки в просвет желудка мимо клапана баллона. Почти никогда не случается, но, тем не менее, контролирует это все жидкость. Объем вводимой жидкости в баллоне, как я уже сказал, составляет от 500 до 700 миллилитров. Почему такая разница? По большому счету, мы считаем, что не имеет значения, насколько вы заполните баллон. Минимум 500, максимум 700 миллилитров. Поскольку его действие, оно все же связано в основном с раздражением рефлексогенной зоны. Зоны насыщения, которые находятся в верхнем манере желудка. И, собственно, замещение объема желудка играет второстепенную. Мы в своей практике ограничиваемся объемом в 500 миллилитров. Считаем, что было достаточно. Процесс введения. Теперь, убедившись, что все в порядке, мы можем удалять направитель, банк от этого. Делается это просто путем отрывания его от плана. Немножечко усилие нужно приложить. Вот здесь, вот сюда, вот на фон, на темное. Видите, рубашечка не разорвалась, а свернулась, да, то есть сползла. Это характерная особенность российского баллона. В общем, это даже лучше, чем разрыв, поскольку, в противном случае, ее остатки могли бы быть забыты в желудке. А вот так все лишние предметы из желудка извлекаются. Значит, я сегодня на сайте. Спасибо, Рай. Продолжение следует...